привет друзья вы на канале топ 5 фитнес и сегодня у нас будет полноценная тренировка на ягодицы и пресс на данном этапе я стараюсь увеличить объем ягодиц и уменьшить количество жирка все упражнения у нас будут функциональными вы можете их приспособить для выполнения дома ну что ж не будем терять время разминочка разминка это суставные упражнения прошу заметить растяжка не считается разминкой выполняем вращение обеими руками в одну сторону и меняем траекторию то же самое выполняем в другую сторону стараемся делать то с наибольшей амплитудой и последний доделали теперь будем делать махи ногами можно придерживаться за что-то за стеночку за стульчик так чтобы вы не теряли равновесие делаем движение в пределах своей допустимой амплитуды смысл разминки разогнать кровь повысить температуру тела и подготовить наш организм к дальнейшим нагрузкам не забываем сделать все то же самое на другую ногу и сейчас будем делать повороты корпуса как мы в школе на физкультуре делали стоим прямо и разворачиваем корпус меняем при этом руку также боковые наклоны немножко потянулись и в другую сторону не забываем дышать и теперь наклончики каждой ножки стараемся колени не сгибать спина у нас тоже ровная движение у нас по идее должно быть только в тазобедренном суставе стараемся спину не скручивать последний повтор левая центру правая стали разогреваем наши ножки сейчас упражнение выпад переднем колени у нас угол 90 градусов а заднее колено у нас ровно ставим противоположную руку передней ноге и другую выводим вверх разворачиваемся делаем боковой выпад стараемся колено завести за плечо переходим на другую сторону и разворачиваемся в выпад опять же помним что переднее колено 90 градусов а заднее ровное разворачиваем корпус поза йоги и назад встаем это положение боковой выпад не теряем равновесие и опять же перекатываемся на другую ногу это легкая растяжка больно не должно быть возвращаемся в положение выпада отлично и поднимаясь а вверх разогреваем наше ахилловое сухожилие покрутили порисовали носочками кружочки в одну сторону и в другую сторону на обоих ножках подойдите к стенке или какой-то возвышенности и сейчас мы потянем спину и наши икроножные мышцы стараемся лопатки прогнуть немножко можно как вам удобно пошататься далее вырастаем и будем делать упражнение на мобилите тазобедренных суставов то есть мы стоим на одной ноге и другой рисуем такой кружочек то есть сгибаем ногу в колени и хорошенечко прорисовываем круг могут хрустеть у нас тазобедренные суставы это нормально главное чтобы вы делали все в вашей амплитуде ну что ж ребята педра разогрелись все суставчики смазаны молодцы даже первое упражнение зашагивание на тумбу я для этого упражнения беру гантели вы можете взять любое оттяжеление ну что ж поехали и раз встаем стараемся вес держать на той ноге которая стоит на тумбе 2 не помогаем себе той ногой который на полу 3 выходим конечно же чем выше тумба тем тяжелее и пяточка толкаемся 4 и 5 стараемся пяткой толкаться не помогаем себе той ногой которая на полу и 6 чем тяжелее у нас гантели тем конечно же лучше и 7 чем тяжелее тем быстрее нас вырастут объемы 8 достаточно сложно на высокую тумбу меняем ножку и поехали сразу же раз нагрузка сейчас на той ноге которая стоит на тумбе 2 стараемся не помогать себе той ногой которая на полу 3 отлично подаем корпус немножко вперед 4 толкаемся пятка которая на тумбе 5 на второй ноге уже сложнее 6 давайте давайте делаем сложно сложно уже всем и последний раз 8 отлично гантели отставляем у нас с вами практически минутка отдыха там 50 секунд примерно дышим если нужно больше вы можете пусть больше отдышаться но смотрите чтобы это было не больше 90 секунд то есть не больше чем минута и там буквально 30 секунд старайтесь чтобы дыхание у вас нормализовалась дышим через нос размеренно можно походить желательно не лежать сейчас не сидеть лучше двигаться чтобы кровь на циркулировала и дальше у нас будет совсем другое упражнение так что гантельки отложили это у нас будет запрыгивание на тумбу и поехали прыжок раз присели стали спрыгнули и 2 отлично и готовимся три не спешим все размеренно делаем и 4 пристали присели спрыгнули 5 прыжок молодцы так держать молодцы 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 6 еще и 7 отлично и последний прыжок супер молодцы а очень крутая тренировка и ноги прямо забились и дыхание уже сбилось но у нас сейчас будет отдых мы немножко дышим ножками потрясите можно взять глоточек водички вот дышим-дышим главное отдышаться и когда мы отдыхаем мы не сидим на месте также не лежим на месте нам нужно чтобы постоянно мы ходили для того чтобы сердце у нас сердцу легче когда мы ходим потому что если так вот нагрузить его а потом остановиться может быть очень даже неприятно ему поэтому лучше так не делать чтобы сердечко наше работало вот без перебоев берем гантельки можно гантели взять потяжелее а можно же такие же с какими мы зашагивали на тумбу сейчас напоминать очень крутое упражнение для прироста и объемов в ягодицах называется это упражнение болгарский выпад правая нога у нас на расстоянии шага левую кладем на тумбу и приседаем присели стали раз и два корпус немножко наклонен вперед и три не помогаем задней ногой и четыре стараемся максимально выталкиваться именно передней ногой 5 и 6 если сложно можно без гантели сделать 7 и 8 отлично еще 9 и последний раз растягиваем ягодичную 10 отлично отдыхаем переводим дыхание у нас уже будет такой же сет на другую ногу у нас есть буквально 10 секунд можно сделать глоточек водички можно взять кофту как делаю я и сейчас делаем то же самое на другую ногу переводим дыхание и поехали берем гантели расстояние одного шага ставим другую нерабочую ногу на платформу и поехали корпус немножко наклоняем вперед садимся 1 и и 2 и 3 стараемся не помогать себе задней ногой 4 корпус наклоняем вперед 5 толкаемся пятка передней ноги 6 еще 7 осталось три разочек а всего лишь и 8 не забываем дышать на выдохе встаем 9 и последний раз 10 отлично тренировка у нас что и не говори хардкор достаточно сложная но от нее будет крутятский результат как на жиросжигание так и на мышечные приросты сейчас сделаем буквально глоточек водички я пошла за своей бутылочкой восстанавливаем дыхание сделали пару глоточков воды вытерли лицо полотенцем если вам жарко и сейчас опять же берем гантельки и будем выполнять следующее упражнение боковые приседания поехали ребята и настроились раз отлично наклон сгибаем колено 2 и 3 колено нас смотрит к носочку и 4 одна нога нас на тумбе и 5 еще и 6 сейчас у нас работа и внутренняя поверхность бедра и 7 еще и 8 отлично и 9 и последний раз 10 супер переводим дыхание подышали подвигались главное сейчас не сидим двигаемся как подсказывает вам ваше тело можно немножко пройтись восстанавливаем дыхание и уже берем гантельки все будем повторять на другую ногу то есть у нас рабочая сейчас та которая на полу и вот другую ножку мы ставим на тумбу и 1 поехали и 2 наклоняем корпус и 3 отлично и 4 и наклоняем корпус 5 и 6 больше половины у нас уже прошло и 7 и 8 осталось два раза и 9 и последний разочек и 10 супер молодцы дальше переводим дыхание следующее упражнение мы также будем делать за гантелями буквально переводим дыхание и нон-стопом сейчас будем делать такой супер сет упражнение называется румынская тяга ноги на ширине плеч и поехали ведем гантелями вниз раз отводим таз назад 2 у нас спина зафиксирована в анатомическом положении 3 спину не сгибаем на ровное 4 гантелями ведем по ногам 5 выталкиваемся вверх когда выталкиваемся ягодицами выталкиваемся отлично и всем еще чуть-чуть отводим таз назад 8 отводим таз назад 9 и 10 дальше на стопом усложняем немножко отводим гантели от корпуса поехали и еще отвели гантели от ног и по ножкам поднимаем их вверх и еще отвели гантели живот у нас втянутый еще еще таз отводим назад когда мы отходим гантельки у нас еще усложняется задача еще еще у нас осталось буквально последние пару разов вырастаем а точнее осталось 4 раза вырастаем еще три раза отводим таз назад отводим гантели ведем гантели и последние два раза отлично и последний разочек молодцы дышим можно отложить гантели или бутылки с водой конечно же двигаемся чтобы у нас кровь гонялась по всему телу вот восстанавливаем дыхание стараемся дышать через нос для того чтобы быстрее восстановить дыхание глубокие вдох стараемся делать через нос и выдыхаем через рот у нас еще есть время есть время для отдыха можно выпить глоточек водички сделать можно походить промокнуться полотенцем сейчас будем делать функциональное упражнение тоже очень эффективное для разжигания дышим дышим если нужно больше времени отдышаться вы можете всегда поставить видео на паузу но старайтесь выполнять нон-стоп потому что если будем отдыхать слишком много мышцы у нас восстановится и тогда уже будет ну менее резонно делать следующие подходы берем гантели будем сейчас делать приседания ноги у нас чуть шире ширины плеч гантели в руках и приседания с поднятием гантелей над головой присели выросли еще раз присели и выжимаем гантели опять вниз присели на плечи гантели вверх еще раз присели вниз на плечи вверх присели опустили гантели на плечи вверх присели опустили гантели на плечи вверх очень сложное упражнение нож разжигающая как вы хотели еще присели стараемся разводить коленки сторону и плечи у нас хорошенечко работают на плечи гантели выжали помогаем себе за счет инерции выжали гантели отлично сейчас мы будем делать тоже другое супер крутое упражнение нам тоже понадобится либо гантель либо какое-то отягощение я опять же буду все это выполнять с гантелью ну пока мы дышим дышим стараемся через нос вдыхать и выдыхаем через рот двигаемся не сидим не лежим ходим это упражнение называется тяга и тяга будет на одной ноге гантель у нас со стороны рабочей ноги та нога которую она стоит на полу и наклон по ноге гантеля поехали выросли и 2 другая нога у нас сзади и 3 и 4 отводим таз назад и 5 и 6 колено нас мягкая и 7 корпус у нас не двигается 8 и 9 должно чувствоваться в другую ногу 2 вдоха и поехали найдите местечко чтобы хорошенечко было придерживаться это то же самое что румынская тяга но на одну ногу поехали и 1 и 2 такой себе маятник 3 спина на зафиксировано 4 и 5 работать у нас сейчас та нога которая стоит на полу 6 и 7 и 8 и 9 и 10 супер да у нас с вами сегодня убойная тренировка просто можно сказать очень крутая и для роста ягодиц и для сжигания жирка для следующего упражнения нам нужен коврик подтягиваем его какой-то возвышенности например если вы дома тренируетесь это может быть рядом с диваном потому что будем туда ставить ножки берем какое-то отягощение гантельки либо бутылки с водой либо портфель все это тоже рядом кладем ноги пятками опираем об диван я об тумбу опираю и кладем гантели на сгиб бедра сейчас мы будем делать ягодичный мостик выталкиваем бедра вверх поехали давим пятками 2 и 3 не перерасгибаем до параллели 4 еще 5 отлично 6 хорошо здесь работает тоже задняя поверхность бедра 7 и 8 и 9 и 10 молодцы отходим от дивана либо от тумбы и сейчас будем делать уже упражнение на пресс мышцы пресса это противоположно мышцы ягодичным если мы качаем ягодицы то желательно также и делать упражнение на пресс чтобы живот был не выпуклым а в пуклым чтобы красивые линии были чтобы животик был плоским буквально немножко отдышались и будем делать уже на пресс потому что задействоваться другие мышцы упражнение на пресс скручивания поехали и поднимаемся руки мы держим сверху за головой и форсом помогаем себе немножко подняться если можете быстро делать делайте быстро отличное упражнение можно так сделать достаточно много можно вообще себе поставить задачу как можно больше сделать повторение за минуту но это уже в других сетах а сейчас мы делаем 20 раз так что размеренно встаем на выдохе то есть мы лежим и выдыхаем выдуваем весь воздух и и можно сказать сжимаем мышцы пресса у нас на животе сплошная мышца пресса поэтому мы когда выполняем любое упражнение на пресс она задействуется данном моменте когда мы скручиваемся чем сильнее мы скручиваемся тем сильнее у нас конечно же работает пресс конечно же в этом упражнении у нас также еще работает и передняя часть бедра потому что она нам помогает подняться девчонки у нас последние последнее повторение поднимаемся умнички ну и чтобы зафиксировать наши результаты на пресс и вообще чтобы сегодняшняя тренировка вот прямо ее добить сейчас отодвигаем коврик и будем делать статические статическую планку а пока дышим можно немножко походить главное уже определите место где вы будете стоять в планке планка у нас упражнение на выносливость поэтому можно экспериментировать поставить за цель простоять в планке как можно больше засеките время у каждого на свое вот и потом постарайтесь побить рекорд следующий раз ну что ж засекайте время упражнение планка если вы можете простоять в планке одну минуту значит у вас отличные результаты техника выполнения планки во первых конечно же само название планка говорит о том что мы должны стоять как досточка ровненько ничто нигде не прогинается то есть сплошная линия у нас руки под плечевым суставом ножки у нас ровненько стоят к линии мы не сгибаем ягодицы мы не выпираем вверх и также не проваливаем поясницу и это нормально по истечении некоторых секунд там 20-30 секунд у кого как вы можете чувствовать что у вас трясутся руки-ноги это все нормально если вы матерый и можете приподнять руку то можете постоять на одной руке если вы это можете за 10 секунд на 1 10 секунд на другой можете попробовать стоим конечно сложно сложно еще еще можно постоять как у кого получается так же самое вы можете поставить ножку на одной стоим а другую мы держим на весу то же самое держим стараемся не двигаться стараемся не прогибаться и делаем то же самое в другую держимся это совсем не обязательно но можно так поделать испытать себя на прочность как говорится мне очень очень сложно уже все отлично я уже рада что у нас тренировка подходит к концу и сейчас у нас такая приятная растяжка становимся в позу ребенка дышим размеренно расслабляемся должно быть приятное растяжение чувствоваться выходим более некомфортную позу поза собаки мордой вниз стараемся поставить пятки на пол и стараемся прогнуть лопатки чтобы у нас получилась вот такая буковка л выходим в позу кобры сейчас у нас хорошенечко растягивается грудной отдел спина мышцы пресса и оттуда потянем спину в позу кошки погибаемся и в другую сторону прогибаемся поза коровы и опять то же самое поделаем 5 погибаем поза кошки и в другую сторону и последний разочек поза кошечки хорошенько скручиваем позвоночник и одну руку заводим за другую делаем такую скрутку я обожаю это упражнение она абсолютно не болючая она расслабляет и отлично мышцы потом себя чувствует и в другую сторону то же самое это у нас ребята заминка это всегда должны быть статические упражнения статическая растяжка далее выходим в позу планки становимся и переднюю ножку мы ставим как бы в полу шпагат садимся заводим ее вперед сейчас у нас хорошенечко растягивается ягодичная мышца сначала мы стараемся сесть ровно и дальше кладем укладываем корпус вперед руки у нас перед собой старайтесь расслабиться в этом положении дышим размеренно сейчас у нас уже тренировка только на растяжку на расслабление уже не надо делать ничего силового просто расслабляемся и лежим приподнимаемся и меняем ножку то же самое на другую ногу после того как мы сделали столько упражнений на ягодичные это отличное заминочное упражнение чтобы расслабить ягодичные мышцы чтобы завтра у вас было менее меньше было крепатуры чем это могло бы быть либо вообще не будут если вы тренируетесь каждый день выходим в исходное положение потянулись теперь делаем такую интересную штучку передняя нога которая нас была впереди так и остается и заднюю мы заводим вперед скрестно и делаем такую скрутку должно ощущение быть что тянется внешняя часть бедра ягодичная вот и конечно спинка немножко будет тянуться очень приятное упражнение и меняем ножки стараемся посадить обе ягодичные на пол делаем скруточку после всех наших упражнений тоже одно из самых классных упражнений на растяжку для заминки поделали бабочку стопы вместе колени в рознь стараемся усадить колени на пол делаем такие движения как будто мы летим еще чуть-чуть можно немножко поиграть с амплитудой отставить ножки пододвинуть ножки растягивать ложимся на спину и будем делать скрутку ровные ноги одна поверх другой если у нас правая нога сверху то мы значит поворачиваемся в другую противоположную сторону смотрим вправо дальше мы сгибаем колено и стараемся той рукой которая свободная потянуть колено к полу зато лопатку мы стараемся держать на полу противоположную и сейчас же так же самым меняем ножки то есть скрестно оставляем ноги рука у нас получается все обе руки в стороне стараемся лопатки положить на пол и конечно же у нас позвоночник скручивается сгибаем колено сейчас и свободной рукой так что ближе к колену стараемся ею помочь колено прижать к полу дышим размеренно это очень приятное положение далее на секундочку обняли колени и теперь одно колено на согнутая заводим ножку и тянем на себя ровную ногу это достаточно такое упражнение если вы не гибки в суставах будет сложновато вот например мне достаточно сложновато взять это упражнение немножко скручивается спина но это отлично тянет у нас получается и тазобедренный сустав и коленный сустав и то же самое проделываем на другую ногу то есть мы ставим ногу на колено и подаем себе ровную ногу та которая стояла на полу и стараемся ее прямо вот подтянуть к себе буквально задержитесь на 10 секунд в таком положении дышим 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 если можете больше можете больше задержаться подтягиваем коленки молодцы придерживаемся за одну ногу и встаем все наша тренировка подошла к концу и большие молодцы если вы додели эту тренировку значит вы настоящие чемпионы все давай пять и увидимся с тобой на следующей тренировке пока